людей которые говорят о том что допустим андрей андреевич я вот решила заниматься вашими эзотерическими практиками использую ваши эзотерические методы смотрю на символы саншайн кокон обретения богатства читаю коды обретения богатства мантры обретения богатства выполняю практики прохожу санга я по обретению материального благополучия но в моей жизни не происходит ничего раз становится только хуже 2 и с моим бизнесом что-то происходит 3 плохое 3 и здесь объяснение нужно мне почему у меня ничего не получается в чем же дело рассказываю когда человек обычный не занимающийся никакими эзотерическими практиками начинает заниматься бизнесом то он должен страдать потеть у него должны быть страхи стрессы у него должны быть неприятности приятности он должен вечером измученный домой приходить он должен переживать по поводу того что получится и не получится то есть выделять эту психическую энергию а тот человек который сидит дома и читает мантры там мантры денег или мантры ли там символы какие-то и ничего не делает то что-то должно произойти хочу вам напомнить начало нашего разговора я вам говорил о том что с нами происходит именно то что мы чувствуем именно поэтому человек который хочет развить бизнес но при этом этот бизнес интернет или просто начать получать деньги он должен знать что ему куда-то нужно отдать свои чувства какие они должны быть те которые заставят человека страдать смотрите ребенок шел упал ударился также у человека и вот что происходит обычно человек который допустим говорит я буду привлекать жизнь материальное благополучие и смоделируем ситуацию это допустим женщина которая там пенсионерка или еще не имеет работы с ней живет мужчина и живут двое детей и она говорит я помогу всем я начну читать под уйко его мантры коды смотреть на символы носить символы и буду приобретать или увеличивать приток открыть а буду открывать потоки материального благополучия у меня будет все хорошо и что начинается она почитала муж был нормальным вечером приходит и вытаращив глаза начинает придираться по любому поводу орет месяца дети начинают оскорблять здоровье начинает шалить начинает болеть сердце ноги отекают голова болит и так далее и человек начинает ругаться то есть он говорит я отстаиваю там такую точку зрения и так далее начинает нервничать психовать и так далее что это происходит так вот ответ этому есть смотрите это ваш расчет то есть так бы вы в бизнесе начинали горбатиться с кем-то скандалей там что-то делать так вы еще не начал бизнес уже привлекли из этого бизнеса неудачи и они начинают эмоционально проявляться то есть вы уже оплачиваете будущий бизнес себе вот таким образом но что нужно сделать нужно помнить и нужно помнить вот что смотрите если вы читаете допустим если вы читаете допустим эзотерику денег или читаете или практикуете эзотерические методы привлечения материального благополучия и находитесь вот в этом состоянии комфорта вы хотите много денег у вас есть магия которой вы занимаетесь это приходит к скандалам это связано с тем что деньги должны прийти это связано с усилиями которые должен человек произвести физические эмоциональные так бы и произошло в обычной жизни если был бы настоящий труд и деятельность кстати любое преодоление данной трудности начинается с принятия именно поэтому хочу вас научить смотрите очень часто допустим люди делают так люди делают так они почитали допустим какие-нибудь мантры после чего у них появляются неприятности в дома допустим муж приходит бешеные говорит ты мне перестала нравиться ты дура задолбала пошла ты в попу и так далее что в этот момент может сделать женщина вы должны знать что в это время этот мужчина не является человеком который к вам плохо относится может быть я сейчас позже об этом скажу он таким образом проявляет любовь сейчас я в этом тоже скажу но вы совершаете ошибку вы начинайте обижаться злиться нервничать доказывать придираться беситься еще что-то делать и так далее то есть начинайте создавать процесс агрессии агрессивного поведения а что нужно надо научиться принимать это одна из особенностей болит нога говорите ой болит нога ну ничего пройдет вот кто-то начинает вот смотрите вы почитали мантру денег а у вас дома скандал муж говорит я не хочу чтобы ты этим занималась говорите я не буду больше этим заниматься я вообще тебя люблю ты мне не нравится а что тебе конкретно не нравится во мне мне не нравится что ты полная вы говорите ничего страшного я просто сейчас не могу похудеть но я стараюсь я вот буду меньше кушать главное чтобы сохранить семью я так берегу нашими отношениями я тебя обожаю почему не сражайтесь не обижайтесь не выясняйте допустим женщина вы пришли домой читайте мантры вы мужчина насколько можно ты вообще дома не за что ты там сидишь с этими мантрами вы говорите чего ты хочешь это человек говорит я хочу чтоб ты не занималась больше говорите хорошо я больше не буду специально это будут для тебя больше не делать дело в том что вы должны понимать если вы соглашаетесь то это решает проблему старайтесь максимально соглашаться ваше согласие есть элемент вашего преодоления и вашей борьбы это вас же проверяет мир вас же проверяет на то насколько вы можете проявить усилия орать друг на друга это безусилие это демоны в вас колбасит вас а вот согласиться это и есть элемент который является проверкой вот смотрите вы почитали мантры вы почитали там что-то ливан что-то происходит в этот момент старайтесь на протяжении дня особенно с близкими соглашаться то есть они говорят мама сколько можно говорить и дочь я согласна я буду делать как ты хочешь все за им все ради нашей любви все только для нас хотят для себя можете сказать вы ни при чем это вас проверяет высшие силы вот именно это и переведет вас на новый